Я не могу никого представлять, потому что у вас есть гаджеты, имя, фамилия, безостаточно. Я хотел бы попросить человека, который очень выдающийся, весьма известный, надущий не начальник, сказал несколько слов. Выходите сюда, берите микрофон, а я буду сразу называть следующее. Александр Бирман, если можно, пожалуйста, скажите нам несколько слов. Я попросил бы Алексея Чедаева после этого сказать несколько слов. Александр Бирман? Кто не знает, хотя таких не может быть. Наверное, многие не знают. Если что, я работаю в Аблокар. Я хотел просто... Не знаю, как задать дискуссию, что-то, но на самом деле, поскольку я журналист в анамнезе, у меня как-то, в общем-то, какой-то информационный поток, он у меня давлеет, надо мной давлеет. И вот меня как-то зацепило, ну, в силу целого ряда причин, включая некие вопросы в бэкграунду, историю в Питтсбурге. Вот эта стрельба в Питтсбурге. Сейчас пойму, почему я не... То есть стрельба, понятно, шутинг, все, как бы, да, вроде как, не связано никак с техноэкономикой, но мы имеем город, который является одним из центров сталилитейной промышленности американской. То есть самое, который Доран Трамп сейчас пытается всячески оживить с помощью бошенн и так далее. Вот. Соответственно, стоит задача, чтобы, ну, убрать внешних конкурентов, китайцев, русских и так далее. Это одна задача, вопрос стимулирования внутреннего спроса на эту сталь Питтпургинскую. Это тоже задача. Это как? Это запустить масштабные конкурентные проекты, запустить гонку вооружения. Ну, чтобы был спрос, соответственно, на размерах. Ну, или запустить, снять все барьеры для раздачи оружия гражданам. Вот последняя стрельба в Питтпурге показывает, что последний пункт не работает. Это сильно токсично для Трампа. А масштабная инфраструктурная инвестиция это тоже нагрузка для бюджета. А дальше вопрос гонки вооружений тоже есть свои, ну, скорее внешнеполитические риски, чем внутриполитические. Вот вопрос с точки зрения того, что можно ли решить эту проблему, вот, скажем так, с помощью новых форматов. Если, ну, Трамп, он, скажем, на мой взгляд, он как-то не пытается модернизировать капиталистическую систему, он ее, скажем так, пытается отбросить к индустриальному настроению, если угодно подобный термин. Не апдейтит. То, о чем говорил Сергей Борисович, это некий апдейт капиталистической системы. Но вот в этом смысле, если, например, Трамп захочет свои идеологические какие-то установки отбросить и все-таки перейти, ну, я не буду называть сейчас цифры, там, капитализм 2-0, 4-0 и так далее, но вот в эту следующую техноэкономическую фазу, с чего бы ему надо было бы начинать? Это надо было бы научить, чтобы, соответственно, и с таллицейной промышленность работала, и не было всяких социальных негативных эффектов, не было негативных эффектов в мировом контуре. Возможно ли с помощью вот тех методов, о которых говорится, какие-то такие проблемы решать? Или нет? Если да, то куда мы уйдем? Предлагаю эти методы. То есть, останется ли вообще, убивая, так сказать, транзакционные издержки, останется ли тогда прибыль? Если прибыль не остается, тогда что? Как жить? Ну, не, ну, как бы, простой критерий не понимает, как жить, а вопрос, как простой миллионер или миллиардер будет жить, но, то есть, это, в принципе, это некий фазовый переход, который, ну, научившись делать, создавать платформы, научившись поставить эту экономическую инженерию, извините за мост ударения, так поставил, на поток, дальше возникает вопрос не про технополитику, а возникает вопрос все-таки о том, как мы, как меняется, как будет изменяться общество. Тут вопрос не в классовой борьбе. Вот, собственно говоря, я, наверное, поставил больше вопросов, чем дал ответ, но, наверное, это, как бы, извините, наверное, журналистская работа такая. В социализме миллионеров и миллиардеров нет. Вы задыкали ваши вопросы, тогда мы с него потом начнем режим ответа на вопрос. Спасибо большое. Алексей, Алексей, да. Не буду представляться. Как выяснилось, оказывается, если пройти в зону Гиды, целый блокад нарисован про то, чем я занимаюсь, для желающих. Поэтому просто скажу, что в той триаде, которую Сергей Борисович нам предъявил в качестве китайской, вот, а ученый, инженер, семья-небы, семья-небы, человек-тере, ученый, инженер, эксперт. Я в последнее время все время нахожусь в таком движении между позицией инженера и позицией эксперта. То есть, значит, как-то немножко денег заработал, пошел, значит, а я чертеж машинки. Но поскольку машинка ни цена не нужна, деньги кончились, значит, снова вышел на этот самый рынок, он же лес, да, вот, и там, ну, в общем, работа какая, либо кому-нибудь тестикул открутить, либо прикрутить, наоборот, в зависимости от, вот, это называется, ну, как, политехнолог. и, соответственно, из этой рамки, из этой логики, слушаясь сегодняшнее, да, я, конечно, начал думать о том, техноэкономика. Да, тут даже, даже в какой-то момент в лекции прозвучало слово технополитика, но, вот интересно, вот есть пространство для действия эконом-технолога, такого, который тоже бы, вот, приходил, значит, по заказу какого-нибудь уважаемого человека, и, значит, людям, которые запутались в транзакциях, прикручивал или откручивал какие-нибудь, значит, недостающие органы. Действительно, вот, в дискурсе, в дискурсе Эпилапа, да, вот, многие годы доминируют вот такой стержневой, ну, стержневым образом, значит, это слово предприниматель. Но слово предприниматель, вот, им кто только не пользовался, в каких только целях не, значит, да, 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 вот, бывает предприниматель по Шумпетеру, значит, бывает предприниматель, да, по Хоуменсу с Коузом, да, бывает предприниматель, страшно сказать, по Брегерману, вот, да, вот, какой-то, нет, Помните, статистически воображаемая сущность в реальной жизни ненаблюдаемая. Бывает предприниматель в формате РСП, и это такие дяди, которые с Путиным встречаются. А бывает предприниматель, который палатку с овощами держит. Это все предприниматели. А еще и стартаперы бывают такие в розовых носках, которым государство денег у бабушек отняло, когда он в пенсии, и отдало им, чтобы они инновации производили, и мы в них инвестиции вкладывали, и лидерство, прорыв развивали. Это тоже все предпринимательно. Поэтому мне это слово окончательно перестало нравиться. Настолько, что, пожалуй, пришла пора, раз уж там третье письмо было про исправление и надо. Или второе? Второе. Второе письмо. Настала пора, как минимум, занести уточнение. Тот агент, субъект, действующее лицо, о котором здесь говорится, это не предприниматель в каком бы то ни было из смыслах. А в фундаментальной статье 1987 года, значит, как-то был лидерчик, заморочился всеми существовавшими на тот момент определениями предпринимателя и каталоризировал их 150 штук. Все разные. Гартман такой. И это скорее вот этот самый эконом-технолог. И что он делает? Я, пожалуй, еще одну аналогию приведу не из своей сферы, не из политической, она слишком токсична даже для этого. Много классовой борьбы. Да, много классовой борьбы слишком. Значит, я проведу еще одну, еще одну новейшую разновидность технолога, которая появилась в последнее время. Ну, вот рынок, значит, стремительно прогрессирует. Это пикаперы. То есть специалисты по строительству отношений. Вот, значит, есть, как бы, это действительно относительно новое явление, приобретшее в последнее время массовый характер. Значит, такие люди, которые за деньги учат других людей, значит, строят отношения с противоположным полом. Вот, ну, там, как бы, не пользовался популярностью, вниманием у женщин, а вот, значит, прошел тренинг, значит, научился использовать... А, тут, видимо, как-то в доме, да? Значит, это, значит, третий микрофон. Да. Да. Научился использовать те или иные невидимые руки для того, чтобы погладить те или иные видимые выпуклости, да? Нужным способом, вот, глядишь, уже, значит, успех на лицо. Вот. И, глядя на дамские форумы, легко увидеть, каких, значит, какую тревогу барышин вызывает это явление, тревогу, ненависть, агрессию, значит, угрозу, там, девочки осторожно. Значит, а все почему? А все потому, что, вот, женщина, она, в сущности, есть исторически то, о чем сегодня говорили, вот, целых два часа машины по созданию стоимости. Вот, да, вплоть до, ну, даже на уровне термина, да, невинность теряет женщина. Ресурсов. Понятно, да? Вот. И, в принципе, вот машина по производству чувства вины, да, как бы, генерации всевозможной ответственности, там, за, там, далее по списку. Сейчас мы неизвестно. Да, как раз вот с икеей закончат бороться, да, где-нибудь в соседней комнате, и, значит, нас съедят. И вдруг, значит, появляется кто-то, кто этот стандартный формат, значит, превращение, да, вот эта вот, женская вот эта терминология, выяснить статус отношений, вкладываться в отношения, специалисты по строительству отношений. Да, терминология-то вся вот как у Чернышева, только, ну, про другое. Вот. И вдруг появляются какие-то люди, которые, используя, в общем, довольно объективные законы природы, то, как работает, значит, да, ну, плюс-минус что-то из разработок, там, психологии современной, в том числе специальной, да, психиатрии, значит, там, каких-то разработок спецслужб, вербовки, еще чего-то, значит, ставят вот эту процедуру нехитрую на конвейер. Значит, я вот делал программу для предпринимателей в одном провинциальном городе, значит, и много говорил там о проектном методе. Ну, вот, в том числе и о проектном инвестировании, тоже тогда была мода, сейчас уже слегка всплынувшая, значит, и в ходе этого разговора было так, был участницей такое, значит, довольно молодая вот эта предпринимательская среда, значит, породила тут же термин соблазнить девушку проектным методом. Ну, понимаете, проектным методом, значит, без денег, вот, ну, как проектное инвестирование, да, то есть, когда деньги даются мне вот это, да, вот, вот, что значит, ну, жениться обещать, видимо. Значит, мысль основная вот какая, что всякий раз строя некую новую, да, уклад, ну, некую новую укладовую штуку, некую, некую новую модель, некую новую платформу, полагаем. Платформа, как мы понимаем, что-то такое тяжелое, четырехугольное, лежащее, значит, где-нибудь на каком-то основании, мы ее делаем из имеющегося, мы ее делаем из того, что видим вокруг себя, подтягивая это, мобилизуя это в свои, в свою новую затею, задачу и так далее. В этом смысле, вот, да, вот, есть политтехнолог, есть технолог отношений, видимо, видимо, пришла пора описать, описать, сформулировать, что такое эконом-технолог, что такое рынок эконом-технолога, как устроен заказ, как устроено ценообразование, что именно он делает и в чем выгода его, в чем выгода заказчика, в чем выгода рынка и так далее. И описать, в общем, не стесняясь, примерно в тех же категориях, в каких свое предложение описывают бренд-технологи, когда идут на выборы, или пикаперы, когда, значит, идут учить кого-нибудь правильно жарить рыбу. Спасибо. Спасибо. Прежде чем к нам придет литвий, я просто в качестве репки скажу, что в этом смысле, в ваших терминах, Команс как раз был пикапером, только он занимался отношениями эротичными двух полу, а именно организованное рабочее движение и организованное движение работы датами. И он, собственно, это и выстраивал. Но именно выстраивая эти 30 лет, он опёрся в проблематику транзакции и пошёл в эту теоретическую сторону. Спасибо, Дмитрий Хокин. Я представляю EnergyNet М3. Занимаюсь достаточно давно электроэнергетикой, но сам по образованию, потому что мы математика, поэтому мне всегда интересно было на электроэнергетику смотреть, как на математическую абстракцию в этой степени. Как-то я для себя понял, что электроэнергетика – это очень хороший пример, очень хороший кипс применения цифровых финансовых технологий в физическом мире. Потому что электроэнергетика – это очень хорошо измеряемый провод, который можно сюда включить. Не только, чтобы я сумею это отключать, но и всякой автоматика, которая стационарно может контролировать процесс энергетического обеда и энергоснабжения. В этом плане идея того, чтобы электроэнергетика применить в сфере электроэнергетики, она пришла достаточно давно. И тут то, что я подсчитывал на все время, я все время так откладывал в этом моем движении. Но пару лет назад я обнаружил, что это огромнейший пласт работ США. Там в рамках отдельной ассоциации, которой занимается энергоснабжение, организован такой процесс разработки концепции, нормативной базы, реализации пилотных проектов, который у нас в транзакциях Energy. В рамках которого утверждается, что управление энергетикой – это не энергетические процессы, которые подчиняются законам, это не управление со стороны диспетчера и не выполнение каких-то управляющих хозяйств диспетчера и системного оператора, а это прежде всего транзакции, которые выполняются между участниками некоторого рынка. И они стали выстраивать всю парадигму организации энергетики через транзакции. Нам это показалось очень продуктивным образом, и мы сейчас выпускаем уже первую версию архитектурного фреймворка интернета с децентрализованной энергетикой, где транзакциях Energy является одним из трех китов, на котором, как нам представляется, будет построена энергетика ближайшего будущего. Кит в смысле 2-кит? В том числе. Есть очень интересные практики, которые подтверждают, что за этим не только есть какая-то теоретическая глубина, но и практическую пользу. Например, концепция метод кэш, которая сейчас в энергетике только-только разворачивается, давно отработана в Телекоме, и по оценке экспертов, она энергетически в 5-10 раз дороже, чем в Телекоме. Вот эти отходчики, которые снимают показания щенчиков, которые выписывают какие-то щита и так далее. Это все очень трудозаправленный процесс, который в других отраслях уже преодолен. А сейчас разные страны, разные регионы мира соревнуются за то, чтобы изъявить новые пакеты новых практик. Каким образом при помощи цифровой финансовой цифровой страхования энергетики. Каким образом ввести зеленые сертификаты. Продажи избытков от микрогенерации на рынок. Куперы на габель. Это огромнейшее количество практик, которые сейчас пока носят такой пилотный, точечный, экспериментальный характер. Но сам факт того, что это перешло в практическую практику, подтверждает саму мысль, что транзакция, транзакционная энергетика является таким ключом, который переворачивает энергетику сейчас и превращает ее в новое образование. Это соц, кибер, физическую систему. Мы в ВНЖМЭТе тоже, как я уже сказал, пытаемся на этот мир энергетический посмотреть со стороны транзакций. У нас есть этот режим. Ждите новостей из благопробного. Скоро мы на одном из наших проектов покажем, каким образом можно осуществлять энергетические транзакции при помощи блокчейн-технологий. В ВНЖМЭТе отрабатывать этот пилотный проект. Дальше мы хотим реализовывать пилотный проект уже в более серьезных условиях. Но, к сожалению, за границей нашей Родины проще договариваться от таких проектов, чем в России. На следующей проекте я сегодня с Сингапурой и потом в Германии. Но то, что мне показалось сегодня полезным из этих выступлений, и то, о чем Казахстан продолжится сдавал, это... Ну, там несколько сюжетов. Сюжет про Акселератор очень интересный. То, что ВВН говорил про этот подход к программному развитию. По большому счету, новая энергетика, которой мы занимаемся, она может быть построена в том хирурге, о которой вы говорите. Значит, ну, мы уже с вами встречались по поводу платформных решений. Тоже, я думаю, что это направление, по которому мы хотели бы продолжить взаимодействие. Потому что вот то, что сейчас нам не хватает, у вас есть такие точечные эксперименты, как мне кажется, большие достаточно возможности для про базового подхода в России и за рубежом, а потом для их масштабирования. Но какого-то не хватает сейчас кризирования и такого, ну, как бы основательного подхода к тому, чтобы превратить нашу экспериментальную деятельность ВВН. Александр Иванович Гуртов, Зубробизор Международного Страхового рынка. Я вот не вижу Стаса Наумова. Если он уезжал, то тогда в следующем будет хорошо. Если нет, тогда я экспертизую. Спасибо. Спасибо. Я очень коротко представлюсь. Я начинал свою деятельность как ученый, занимался теорией передачи информации. В 10-12 работал в российском бизнесе как управленец, как владелец, как инвестор. В 15-15, наверное, работал в качестве одного из топ-менеджеров крупной транснациональной финансовой страховой корпорации, откуда приобрел достаточно много интересного опыта. В частности, заключающийся в том, что у меня создалось впечатление, по крайней мере, что то будущее, которое строится, определяется уже давным-давно вовсе, уж понятно, не рынком и не стихийными движениями. Это будущее придумывается и реализуется. Для того, чтобы реализовывать в мировом масштабе будущее, необходима огромная концентрация средств. Эта концентрация средств происходит, если 4-5 лет назад 1% населения Земли владел 50% всех средств, то на сегодняшний день тот же самый 1% владеет 84% средств. За 4 с небольшим года концентрация капитала выросла так, как не растет ни одна отрасль индустрии, включая финансовую отрасль. Понятно, что для того, чтобы реализовывать вот эту задачу большого хапа, необходимо огромное количество институтов. И в этом смысле вопросы, которые занимает Сергей Борисович, они крайне... Но, к сожалению, пока... Вот прозвучало, да, это действие Гомонса, и Сергей Борисович это подчеркнул, ограничивая вопрос минимизации транзакционных издержек вопросом обмена. Но вопросами обмена в мире занимаются, кроме всего прочего, институты, которые вводят санкции, которые определяют порядок выделения средств странам, государствам и так далее. То есть огромное количество институтов работают на придуманное ими будущее, увеличение концентрации ресурсов. Другое дело, что то будущее, которое придумано и которое крайне успешно реализуется, оно приходит к тому, что нуждается в следующей задачи, в задачи следующего дня. Потому как, ну хорошо, за 4 года догнали концентрацию с 50% до 84%. Значит, за следующее пятилетие эта концентрация с учетом ускорения этого процесса достигнет 95% или 99%. А дальше что? Что предлагать дальше? И в этом смысле, допустим, появление такого явления, как блокчейн, это попытка изменить систему контроля, например. Ну, отчасти одна из, не блокчейн, а вообще система распределенных реестов. Это попытка как бы демократизировать процесс контроля. Понятно, что 1% будет против него. И мы знаем, какой процент будет против введения подобной системы контроля взамен, например, авианос. Ну, не очень хорошая система контроля. Дальше. Если взять транзакционную формулу как таковую, забыл автор, прошу прощения, она была опубликована где-то в 2006 году. То из этой формулы следует, что для минимизации издержек в целом системе необходимо сокращение количества компаний. А ведь это означает, что суть бизнеса как самостоятельного предпринимательства должна очень существенно трансформироваться. Ведь что есть идеал экосистемы, экосистемы взаимодействия? Этот идеал, это когда объект или актив, принадлежащий вам, с нулевыми транзакциями вписывается в бизнес-процесс, который принадлежит группе других субъектов. Все, фулл стоп, точка. Вот эта замечательная штука может реализовываться без транзакционных издержек, если при этом не возникает, например, перехода субъектности, владения. Как только возникает переход субъектности, владения, сразу дополнительная транзакционная издержка. Поэтому суть предпринимательства, наверное, здесь это прозвучало, должна постепенно меняться в сторону того, что человек будет заниматься тем, что ему нравится, что его заводит. Неважно, делает ли вкусные пирожки или писать красивые формулы, но не будет пытаться ради этого формировать компанию, регистрировать ее и так далее и тому подобное. То есть суть деятельности изменится. В этом смысле понятно, что мы все равно знаем процент, который будет против, потому что по вышесказанным категориям. И последнее, что я хотел сказать, чтобы не забирать много времени. Сейчас все отрасли, включая энергетику и все-все-все, все занялись вопросом так называемой цифровой трансформации. Поняли, что цифровая экономика как мем уже заезжена, не моден, давайте заниматься теперь цифровой трансформацией. В какую сторону должна была быть цифровая трансформация? Здесь, мне кажется, из того, что мы услышали, все более или менее понятно. Цифровая трансформация – это не автоматизация подраслевая, а это создание экосистемы, в которой объект, приближающий одному субъекту, легко вписывается в бизнес-процесс, приближающий другим субъектам. И развитие цифровых технологий сейчас предоставляет эти возможности. Сейчас предоставляет эти возможности как на основе контроля за этими процессами со стороны распределённых реестров, так и со стороны быстродействия систем и так далее. И ещё одна вещь. Делойд определил цифровую экономику сегодняшнего дня как систему, в которой происходят миллиарды взаимодействий между частными лицами, компаниями и субъектами. Это миллиардов взаимодействий в день. То есть, если говорить об экономике, не о технике, а об экономике вообще, то экономика в сущности становится определяемым основным параметром. Это стоимость взаимодействий. Чем дешевле взаимодействие, тем лучше, и чем больше взаимодействий можно обеспечить близкими к нулю транзакциями, тем лучше. Вот это как бы суть экономики связи, которая, возможно, придёт на смену той экономике, которая является на сегодняшний день экономикой фокуса внимания. И сегодня, давным-давно, уже экономика это не индустриальная, не финансовая, даже не финансовых инструментов. Это экономика фокуса внимания. Примером тому является, упомянутая здесь компания Netflix, 3 или 4 года назад капитализация этой компании превышала её прибыль в 369 раз. То есть, с учётом NPV и прочее-прочее, компании надо было работать около тысячи лет для того, чтобы оправдать свою капитализацию. Интересный факт, что это происходило тогда, когда Netflix была компанией одного сервиса. Она ещё не делала кино. Тогда она занималась только дистрибуцией фильмов. Один сервис, причём очевидно, что технологически он умрёт лет через стол. Несколько и на тысячу лет была рассчитана капитализация этой компании. Спасибо. Да, пожалуйста. Ко мне или к Сергею Борисовичу? Скажите, как вас зовут? Где поискать эту информацию дополнительно? Смотрите, в «Цифровая экономика» есть такой журнал. Есть, допустим, статья «Экономика связи в споках моделей». «Интернет-объекты экономика связи». Как так называется? Как вас зовут? Гурдус Александр Астарович. Спасибо. Гурдус, все вопросы идут в третьей части. В третьей части, пожалуйста, вопросы. Спасибо. Иначе мы давно… Отвечали на вопрос Рубена, я бы тоже расспрашивал. Всё правильно говорит. Так, «Наум» не обнаружился, да? Он убежал на картине. Тогда, пожалуйста, Сергей Хорошай. А можно это? Когда-то в ЦКП. А, пока он идёт. В частности, популярно то, чем говорил Александр Астарович отчасти, изложено в книжке 2000 года. «Джереми Рифкин, The Age of XS». Калейна Чедаевна рассказала, какие приличные вещи как секс в публичном обществе. Пожалуйста, больше не надо. А есть вторая, ещё более неприличная вещь в публичном обсуждении – это смерть. Вот. Я буду опроком. Значит, о чём я думаю, когда думаю о техной экономике? Я думаю… Смотрите, какая ситуация. Я, в том числе, когда в правительстве Российской Федерации работал, потом свою частную компанию делал, то я занимался вопросами качества. Проекты качества различной продукции. Кажется, в частности. Вот. И как-то на меня Кимеровская трагедия этого года очень сильное впечатление произвела. Изначально, что там произошло. У меня есть базы ключей, которые там произошло, и то, что там были капли некачественные тонкие. Произошёл подарок. Ну и другие некоторые вещи. Так вот, когда я, в частности, общался тоже с Российским Союзом промышленников-предпринимателей, с людьми, которые за эти вещи все отвечают тоже за качество, то выяснилось, что давно он вставил себе этот вопрос, и никто его решить не может. Потому что, если компания решает производить продукцию качественного, то она всё время не попадает в ценовой диапазон. У неё всё время получается а ночью всё слишком дорого и закупают у неё. Когда компания начинает делать всё качественно, по тех регламентам, где-то там, по тех регламентам, и те, получается, что она просто через какое-то время в стрелку выходит. Это, собственно, действие той самой невидимой руки рынка, о которой часто говорили здесь, сейчас. И когда я всё это дело смотрел, изучал, и думал, то думал о том, что вот эти самые горящие заживо дети, это как раз результат того, что мы с вами как раз техноэкономику-то не построили. Невидимую рупу рынка своей рукой не заменили. Поэтому для кого-то вопрос техноэкономики это такая новая классная игрушка о том, что давай что-то новое сделаем. Для кого-то теоретические построения, о том, что классная, надо думать о будущем, в какой-то следующий шаг. Давайте, что-нибудь классное новое построим. Для кого-то гораздо больше денег заработать. Это всё есть, но для меня это вопрос вот этот. Вопрос жизни из наших всего. У нас на выступлении остается несколько минут буквально. Я хотел бы предпринимателя попросить сейчас два слова сказать. Пожалуйста, Сергей Беловоротов, предприниматель Челевистов. Дальше я попрошу Сергея Буденко, что-нибудь. Я восемь лет занимаюсь образовательным бизнесом и всё пытаюсь или пытался построить образовательную платформу. и вот буквально я пока ехал сюда, наконец понял, в чём тут досада сидит. Предпринимались довольно такие активные усилия, чтобы это сделать, но всё время упирался в разные препятствия. А проблема заключается в том, что отдельные бизнесы или отдельные переделы, которые возникают в экономике, они могут быть как-то так зашиты, что как бизнес они не дают никакой прибыли, то есть они не дают неприбыль ничего. И решение тут возможно только лишь такое, что если вы строите цепочку более длинную, чем скажем отдельный бизнес, то что импорт-инвесторы куда двинулись, когда они реализуют какие-то сложные вместе с инфраструктурным проектом делают ставят рядом микрофинансирование, то есть тогда суммарно эти два бизнеса они рентабельные и в итоге хотя один из них может быть давать отрицательную прибыль. Это модель Пикалева. Они прибыльный комбинат. Да, да, да. прибыльный комбинат. То есть вот эта мысль она простая, но почему-то она вот как-то очень долго доходит. Мне лет пять потребовалось, чтобы дотюкать. Ну так я-то внимательно слушал, поэтому уже не нужно было дотюкать, надо было просто вникнуть в тот текст, который бежит перед носом. А так вот никто проволнувает, все, на палец смотришь, иди сюда. Так что вот вместе надо цепочки строить. И соответственно вот когда возникает вопрос вот как посчитать стоимость проекта, то вот у меня тоже был вопрос вот считаем по Домодерану, то есть там как бы НТВ, да. Как сказать? Ну как скажется? В общем потерял мысль, ну в общем как бы про цепочки самое главное. Ну что, вспомним про Домодерану. Сергей Будник не просто предприниматель о нем тут ругай, он говорил опять сетевой бизнес высокотехнологичный один из дочерних бизнесов компании ИГБ. Тоже физ текции. Я могу сказать, что для меня техноэкономика это не только вот новые вещи, это те производства, которые открывают новые рынки. Потому что сказать, что совсем умер бизнес по строительству заводов, открыть новых услуг, сказать нельзя. Мы открываем услугу, понимаем, что как раз та синергия, которая есть между нами, когда мы занимаемся социальным бизнесом, боремся с большими структурами, с корпорацией, решаем задачу открытия бизнеса и законодательной области. Это большая часть той техноэкономики, о которой говорил Сухеба Лисич. И нам здорово быть этой частью, этой системой и корректировать свою точку зрения вместе с ИГЛА. Про бизнес хоть два слова скажите. Про бизнес мы строим сейт-центром ментиметодной обработки. Это новый метод для России нехимической, нехимической обработки продуктов питания. Увеличивают сроки хранения, убивают кишечные инфекции, насекомых. Он востребован во всем мире. Здесь в России первые другие построили завод и развиваем это в качестве сети всей России и будем конкурировать с вами. Это небольшие компактные центры услуг для малого и среднего бизнеса. В дальнейшем поставка такого оборудования для крупных компаний и производства. Мы делаем оборудование, софт, архитектуру. Делаем маленькие компании, делаем все то, чем должны заниматься гос. компакции. путем посмотрите письмо номер восемь, где я постарался расшифровать мысль Команса и Лена о том, как устроили лес невидимых рух. м м